Представьте, что вы пришли в супермаркет за хлебом, а там всего лишь два вида – белый и ржаной. Вы решили взять белый, но другие покупатели настояли на том, чтобы на кассе вам продали ржаной. Если что, я сейчас про президентские выборы в США, где почти всегда одни и те же две партии, а реальное решение принимают не жители, а выборщики, как персональные дегустаторы. Это программа Кейс на LSM+. Меня зовут Алена Борисова, и в этом выпуске мы будем разбираться, как устроена избирательная система в Америке, кто претендует на высший пост страны в этом году и почему за этими выборами следит весь мир. Поехали! Десятки миллионов американцев 5 ноября 2024 года проголосуют за одного из кандидатов в президенты. Но итоги выборов, по сути, определят не они. В США не побеждает тот, кто набирает большинство голосов избирателей. Побеждает тот, кто набирает большинство голосов коллегии выборщиков. Всего их 538. И отбор самих выборщиков осуществляется чаще всего на партийных съездах в каждом штате. Как правило, ими становятся чиновники, сенаторы, конгрессмены, известные личности, так или иначе связанные с баллотирующимися кандидатами. Таким образом, ко дню выборов в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных демократической или республиканской партиями. И уже они должны голосовать в соответствии с волей избирателей. И чтобы кандидатов в президенты победить, нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. Как распределяются их голоса? Каждый из 50 штатов имеет определенное число выборщиков, пропорциональное населению и равное числу представителей штата в Конгрессе. Например, густонаселенную Калифорнию, где проживают около 39 миллионов человек, представляют 54 выборщика. А в штате Северная Дакота с населением около 800 тысяч жителей – 3 выборщика. Соединенные Штаты уникальны тем, что это, с одной стороны, президентская республика, но, с другой стороны, выборы президента происходят не по прямой схеме. Один человек – один голос. Это произошло потому, что первая уния из 13 штатов, кстати, вот американский флаг представлен 13 полосами, это 13 первых штатов, и 50 звезд – это количество современных штатов. Так вот, эти первые 13 штатов, они были очень разные по населению, и отцы-основатели для того, чтобы защитить права населения маленьких штатов, таких как, например, Делавер, который во много десятков раз меньше Нью-Йорка, они придумали систему, при которой население выбирает не президента напрямую, а население выбирает выборщиков, так называемый «Electric College». Есть еще вторая особенность в избирательном процессе Соединенных Штатов, которая называется по-английски «the first at the poll». Кто первый добежит, тот и выиграл. Это означает, что если победитель получил хотя бы один голос перевеса в том или ином штате, он получает все голоса этого штата. То есть они не распределяются пропорционально количеству голосов, поданных за одного или другого кандидата. Например, если кандидат одержал победу в Калифорнии, он получает сразу все 54 голоса выборщиков, даже если он победил там с минимальным перевесом. Можно сравнить с турниром по футболу. Если команда выиграла 5 из 9 матчей, она становится чемпионом, даже если в общей сумме она забила меньше голов, чем другие команды. Система выборщиков многими критикуется, особенно когда кандидат с меньшим количеством голосов выигрывает выборы. Так было в 2000 году, когда президент от республиканцев Джорджи Буш получил большинство одноколлегии выборщиков, хотя за кандидата от демократов Альберта Гора проголосовало на 500 тысяч избирателей больше. Так было и в 2016 году, когда президентом стал Дональд Трамп, хотя за Хиллари Клинтон проголосовали почти на 3 миллиона избирателей больше. Есть штаты, которые голосуют традиционно, всегда за демократов или наоборот, поддерживают из раза в раз республиканцев. Но, как правило, исход выборов решают те штаты, где результаты голосования непредсказуем. Исторически сложилось, что штаты на побережье, на западном побережье, на восточном, они уже много десятков, я бы сказал, даже сотен лет голосуют за соответствующие, за демократов. А вся Срединная Америка, такие штаты, как Техас, Алабама, Луизиана или штаты Айова, Ахайя, они голосуют за республиканцев. Поэтому все выборы, в общем-то, определяются так называемыми колеблющимися штатами. Их семь-восемь. Основные из них это Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона, Невада. Возможно, вы заметили, что в США почти всегда обсуждают две партии. Демократическую и республиканскую. Но помимо этих двух ведущих, существуют еще десятки федеральных партий, среди которых Либертарианская, Партия Зеленых и Конституционная партия. Обычно их называют третьими, поскольку они крайне редко попадают в избирательные бюллетени. Однако иногда добиваются успехов на местных уровнях. Почему так происходит? Все дело в мажоритарной системе выборов, где победитель забирает все. Там нет ни второго, ни третьего места. Нет партий-коалиции и оппозиции, как у нас в Латвии. Лидеру присваиваются все голоса избирателей, даже те, кто голосовал против. И такой принцип, как утверждают социологи, мотивирует граждан голосовать за партию, имеющую наибольшие шансы на победу, чтобы твой голос не пропал. Поэтому новички или небольшие партии теряют интерес к такой беспреспективной гонке и присоединяются к крупным участникам. А самого кандидата на пост президента выбирают внутрипартийно, на предварительных выборах, так называемых праймерис. Для того, чтобы попасть на избирательный бюллетень штата, надо иметь достаточно большое количество средств. А у маленьких партий такого количества средств нет, и они практически в бюллетень не попадают. Иногда бывают исключения. Например, в 92-м году техасский миллиардер Росперо вложил огромные свои средства, попал на избирательные бюллетени всех штатов, выступал как независимый кандидат, набрал 20% общих голосов американцев и ни одного выборщика. В 2024 году независимых кандидатов нет. Джо Байден, действующий президент США, вначале планировал баллотироваться на второй срок, но в июле официально вышел из гонки под общественным давлением. В июне Байден и Трамп провели дебаты, и после этого представители Демократической партии, которую представляет Байден, начали призывать его отказаться от участия в предвыборной гонке. Так Байден передал эстафету своему вице-президенту Камале Харрис, которая и стала новым кандидатом от Демократической партии. Республиканцев на выборах представляет Дональд Трамп, бывший президент США и один из самых противоречивых политиков в истории страны. Он участвует в гонке, несмотря на то, что стал первым в американской истории президентом, которого суд признал виновным в совершении уголовных преступлений, фальсификации документов, попытки скрыть выплату бывшей парнозвезде денег, замолчание перед выборами 2016 года, а также в сексуальных домогательствах. Однако это не помешало ему принять участие в выборах. Оба кандидата декларируют свою приверженность американским ценностям, свою приверженность американскому образу жизни. Это понятно, но это больше, мне кажется, лозунги, нежели реальные слова. А вот 10 основных пунктов, которые можно привести, начиная от отношения к абортам и кончая международной политикой, здесь практически по каждому пункту расхождение очень существенное. Госпожа Харрис всю свою сознательную жизнь была государственным служащим, прокурор это государственный служащий. Она была районным прокурором, потом она была прокурором города Сан-Франциско, а потом она была сенатором первого срока. То есть всю свою сознательную жизнь, как и Джо Байден, она была государственным служащим. В то же время господин Трамп всю свою сознательную жизнь занимался бизнесом. Это две совершенно разные Америки. В случае Камалы Харрис нас ждет более усредненный путь. Она уже заявила, что будет поддерживать Украину. Она также говорит о том, что она не будет Байденом. Но, тем не менее, ключевые постулаты демократического подхода к внешней политике она декларирует и не отходит от них. Поэтому, собственно, это скорее всего, по крайней мере на первый период, будет что-то похожее на Байдена. Хотя я очень слабо верю в то, что она будет готова садиться за один стол, например, с Путиным. Будучи человеком, который построил свою карьеру в прокурорской среде, будучи прокурором, садиться за один стол с международным преступником, по которому выписан ордер на арест, наверное, это не верх ее политических амбиций и не то, чем она хотела бы запомниться для американской мировой истории. Поэтому ее тезис о том, что она знает мошенников, злодеев, и, в общем, такой типаж, как у Трампа, с которой она начала свою избирательную кампанию, можно продолжить тем, что и такой типаж, как Путина, перед которым Трамп — это лишь полбиты. Ведь там, где Трамп учился, там Путин преподавал. И поэтому я думаю, что при Камале нас ждет очень осторожная попытка изменения и оптимизации, либо модернизации, в общем, переосмысления политики Байтона. При Трампе нас ждут эмоциональные качели. Он, конечно же, попробует найти простые решения для сложных вопросов. Он в этом прогнозируемый. Я уверен, Россия к этому тоже готовится, и Украина готовится. Поэтому первый период — это будет период попыток наломать как можно больше дров, не осознавая даже того, возможно. С выходом далее ОБО на то, что... Либо то, что Трампу вопрос о СССР будет интересным. Быть интересным, как это было, например, с вопросом Северной Кореи при его прошлом пришествии. Сначала он поставил на это всю свою политическую активность, а потом просто вообще дистанцировался и забыл о ее существовании. Либо Трамп попробует додавить вопрос российско-украинской войны, и в данном случае они сцепятся с Путиным, и, соответственно, тогда Украина может получить от Трампа то, о чем даже не могла мечтать при Байдене. Тот уровень решимости, который на сегодняшний день явно не удовлетворяет ни желания, ни потребности Украины и времени. Поэтому с Трампом это гарантированный радикальный путь. Либо будет гораздо хуже, либо будет гораздо лучше. Предвыборная кампания президентской гонки – это большое шоу. И знаменитости инфлюенсеры со своей обширной фан-базой зачастую становятся частью этого зрелища. Камала Харрис может похвастаться длинным списком сторонников из Голливуда, которые публично ее поддерживают. Среди них – телеведущая Опра Уинфри, рэпер Эминем и самая богатая женщина музыкальной индустрии по версии Forbes – певица Тейлор Свифт. Джордж Клуни спонсирует демократическую партию. Актер Роберт Де Ниро озвучивал рекламу предвыборной кампании Байдена, а певица Бейонси разрешила Камале Харрис использовать свою песню «Фридом» в рамках предвыборной кампании. Я думаю, что вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, в котором это и многие другие свободы будут защищены и соблюдены. В звездную команду Дональда Трампа вошли музыкант Канью Уэст, икона рестлинга Халк Хоган, который назвал Трампа настоящим американским героем и величайшим президентом. Поддержку Трамп получил и от рэпера 50 Cent. После летнего покушения в сети завирусились мемы с фотографиями экс-президента под песню исполнителя Many Men Wish Death, что переводится как «многие желают мне смерти». Самый богатый человек в мире, глава американских корпораций SpaceX, Tesla и X Илон Маск на предвыборном митинге в Пенсильвании тоже публично поддержал Дональда Трампа. «У нас был один президент, который не мог подняться по лестнице, а другой размахивал кулаками после того, как в него стреляли». Американская компания политическая, она в отличие от европейских стран, где законодательство четко обуславливает временные рамки избирательной кампании. В Соединенных Штатах она ведется всегда. 20 января следующего года будет инаугурация следующего президента. 21 января следующего года начнется следующая избирательная кампания. А количество денег, которое на нее собирается, оно не поддается вообще воображению. Камала Харрис собрала на нынешнюю избирательную кампанию уже около миллиарда долларов. Трамп в этом случае от нее отстает. Ну, если на Трампа только что пожертвовал Маск 50 миллионов, а на Камалу Харрис пожертвовал Гейтс тоже на такую же сумму, а таких у нас миллиардеров в Соединенных Штатах десятки, если не сотни, можно себе представить, сколько стоит избирательная кампания. Вы знаете, вот я прожил в Америке больше 30 лет. Я эмигрировал в Соединенные Штаты в 89-м году, и на моей памяти уже было 7 или 8 выборов. Так вот, я могу сказать, что американцев привлекает шоу больше, чем реальная политическая подоплека. Они очень много внимания обращают на то, как держится кандидат, они очень много внимания обращают на то, как он говорит, не что он говорит, а как он говорит. Вот, если вы обращали внимание на конвенции, которые на самом деле утверждают кандидата на предвыборную гонку уже с кандидатом от другой партии, то они превратились в огромные шоу. Часть этого шоу – президентские дебаты. Это один из самых важных этапов на пути к Белому дому, когда происходят самые жаркие словесные поединки в прямом эфире. Здесь каждая фраза, каждое движение могут либо поднять рейтинг, либо отправить кандидата в нокаут. Для многих избирателей именно эта дуэль становится решающим моментом. В сентябре 90-минутные дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом привлекли внимание более 57 миллионов зрителей на 7 телеканалах. Это не просто обсуждение политики. Это шоу, где метафоры могут звучать громче фактов и стать заголовками новостей. Например, на последних дебатах Дональд Трамп выступил с сенсационным заявлением, утверждая, что в Спрингфилде, в штате Огайо, мигранты якобы едят домашних животных местных жителей. Официальные лица города, включая мэра и местные СМИ, быстро опровергли это заявление, но волну мемов в интернете уже было не остановить. Пользователи начали иронизировать над словами Трампа, снимая шуточные ролики со своими питомцами в кастрюлях. Дебаты часто становятся ареной для острых словесных баталий. Вспомните, как на дебатах в 2020 году Дональд Трамп и Джо Байден перебивали друг друга. Байден даже сказал Трампу Чем ближе к дате выборов, тем активнее ведут кампанию кандидаты в президенты. Трамп пытался улечить во лжи свою соперницу Камалу Харрис, которая в одном из интервью рассказала, что в студенческие годы работала в Макдональдсе, чтобы оплачивать свою учебу. Трамп неоднократно называл эти заявления о работе в сети ресторанов быстрого питания фейком и на этом фоне решил сам надеть фартук. В Пенсильвании, в одном из колеблющихся штатов, в местном Макдональдсе, он жарил и упаковывал картошку фри, а затем раздавал ее посетителям через окно заказов. При этом иронично заявил, что работал здесь на 15 минут дольше, чем Камала. Это еще и интересно, собственно, тем накалом эмоций, теми технологиями, теми приемами, которые применяются в Соединенных Штатах, ввиду того, что у них крайне театрализирован процесс избирательный. Это и праймерис, это и поездки, выступления в Штатах, это дебаты, множество различных форматов. В общем, вот такой живой, уличный, дикий в некоторой степени, хотя и оккультуренный, политический процесс, конечно, тоже вызывает, как шоу, скажем, прикованность внимания многих людей с разных уголков мира. А тем более, если от этого шоу зависит ваша судьба, поскольку вес Соединенных Штатов остается еще крайне-крайне большим, то я думаю, что продажи попкорна в мире точно с каждым днем и месяцем избирательной компании в Соединенных Штатах лишь только растут. Почему за выборами в США следит весь мир? Америка – крупнейшая экономика планеты. Сейчас на нее приходится около 26% глобального ВВП. У нее ведущая роль в международных организациях, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Всемирная торговая организация. США являются крупнейшим вкладчиком в бюджет ООН, покрывая около 22% общего регулярного бюджета организации. США являются крупнейшим спонсором НАТО и имеют самый большой военный бюджет в мире. Америка поддерживает сеть военных объектов в различных странах, что делает ее военное присутствие глобальным. Доллар США является мировой резервной валютой, поэтому цены на такие товары, как нефть, металлы и зерно устанавливаются в американских долларах. Можно затронуть и другие сферы жизни. Космическая программа, НАСА и частные компании, такие как SpaceX, продвигают США в лидеры космической гонки. США являются домом для многих ведущих университетов, таких как Гарвард, Массачусетский технологический институт, Стэнфорд, привлекают студентов и исследователей со всего мира. Силиконовая долина – центр глобальных технологических инноваций. Голливуд и американская киноиндустрия являются важным экспортом, влияя на мировую массовую культуру. Социальные сети, Facebook, X, Instagram оказывают глобальное влияние на мировую коммуникацию. Эти параметры в совокупности делают США сверхдержавой, обеспечивая ее глобальное влияние в политической, экономической, военной и культурной сферах. Вот почему весь мир не отрывается от экранов, когда Америка выбирает своего президента. Со США, безусловно, следят европейские союзники всех, особенно крупнейших в первую очередь Германии, которая очень боится, что она останется один на один со всеми современными мыслями в Европе, в первую очередь с войной России против Украины, и станет главным спонсором всего большого европейского проекта обороны. Соответственно, безусловно, следит Россия. Совершенно очевидно, что для России принципиально важно, кто из кандидатов выиграет эти выборы. При этом абсолютно непонятно, кто на самом деле для Кремля удобнее. Потому что, с одной стороны, Дональд Трамп делает заявление явно более приятное и удобное Кремлю, о том, как он начнет переговоры и тут же закончит войну, готов отдать часть территории Украины якобы для этого. А с другой стороны, тот же Дональд Трамп совершенно честно говорит о том, что Владимир Путин понял, что он чертов безумец, что с ним очень трудно выстраивать отношения, и это правда. Дональд Трамп принимает эмоциональные решения, не следует национальным интересам США, как показал его президентский срок часто, и спрогнозировать, как он себя поведет, очень и очень сложно. Как в свое время Владимир Путин посчитал, что Барак Обама достаточно слаб для того, чтобы Кремль мог аннексировать Крым и начать постепенное вторжение в Украину, то китайцы также внимательно наблюдают за парой Тарис и Трамп, и не исключено, что будут делать аналогичные выводы с принятием стратегического решения нападать или не нападать на Тайвань, что в свою очередь может привести вообще к полите мировой войне с учетом масштаба конкурса потенциального. Будущий президент определит, как Америка будет реагировать на мировые конфликты. Будет ли страна продолжать поддерживать Украину в войне с Россией? Чью сторону займет в конфликте на Ближнем Востоке? Как будут развиваться отношения с НАТО? Это важные вопросы для всех стран. США – крупнейший финансовый военный партнер Израиля и Украины. И новый президент будет определять будущих союзников. Когда США вводят санкции, другие страны вынуждены либо поддерживать их, либо искать обходные пути. Например, при Трампе были введены торговые пошлины на Китай. И изменение политики в отношении импорта может изменить сразу весь торговый баланс на земле. В нынешней ситуации, когда такие страны, как Россия, стремятся экспортировать хаос в международную политику, противодействие Соединенных Штатов этому является жизненно необходимым. А поскольку в Соединенных Штатах мы можем сказать, что республика суперпрезидентская, и практически все наиболее важные решения принимаются президентом, а во многих случаях президент по Конституции имеет право практически управлять страной с помощью указов, даже не оборачиваясь на этом, для этого, так сказать, за поддержкой Конгресса, можно себе представить, какую роль в современной политике и экономике играет американский президент. Национальные социологические опросы показывают, что разрыв между кандидатами Дональдом Трампом и Камалой Харрис невелик. Это значит, что любой из них может выйти в лидера. Так что нас ждет захватывающее состязание. Мы, конечно же, будем следить за развитием событий и держать вас в курсе самых актуальных новостей. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и делиться своими мыслями в комментариях. До новых встреч. Пока.